ПЕСНЯ ПЕСНЯ Моя мама и папа познакомились в освобожденной Болгарии и поженились 9 мая 1945 года. Сыграли в этот день свою победную свадьбу. Ну, а два года спустя, 23 февраля, опять-таки, в день советской армии, родился ваш покорный слуга. Но так как папа после войны, в общем-то, стал профессиональным военным, поэтому, естественно, мы с мамой за ним, как ниточки за иголочкой, вот ездили, куда его пошлет командование служить. Мы жили одно время на Кавказе, жили в Ленинграде, и где-то в 1956 году уже его послали на постоянное место дислокации, службы в Белоруссию, в город Брест, где, в общем-то, и прошло мое школьное детство, моя детская пора. Весенней ночью думай обо мне И летней ночью думай обо мне И зимней ночью думай обо мне И зимней ночью думай обо мне Услышь, что вось паровозные гудки Сквозь ветер звучит рвущий на куски Как надо мне, попавшие в киски Что в комнате киснелой на куски Ты жмурилась от счастья и доски Тобой лишь от ладони виски Мои творческие задатки Первые, конечно, открыли родители уже в три года В три года я уже пел, распевал все, что, в общем-то, слышал Тем более благо, что на экраны в то время выходили Замечательные музыкальные фильмы Свадьбы с приданным Кубанские казаки Где были замечательные песни, артисты, музыка И после просмотра, естественно, я быстро Детская память все это запечатлевала, запоминала И на следующий день уже всем соседям Пел вот эти песни Каким бы ты и был, таким бы ты и остался Это вот песня из кубанских казаков, если помните И песня из кинофильма Свадьбы с приданным Хвастать, милая, не стану Знаю сам, что говорю С неба звездочку достану И на память подарю Это куплеты Курочкина И вот все это запоминал И все это распевалось мной И родители уже, когда посмотрели, что открылись такие способности у малыша Уже даже не оставляли меня одного, когда уходили в гости А уже брали с собой в компанию И я, в общем-то, всю эту компанию, честную, естественно, ублажал Выдум на улицу Солнца нема Красные девки Сбери меня с туба Иду на улицу Гляну на село Девчата гуляют И мне весело Матушка, родная, дай воды холодной Сердце мое Оно прямо китает в жар Раньше гулял я в зеленых саду Думал, на улицу век не пойду А теперь под вечер рождятки горят Ножинки крепкие Пляску хотят Я пойду на улицу Девкам пойду Голосом слотким я рипа даю Э-э-э-э-э-э-эет Матушка слышит солочкиn твоём А там под горою пляска идёт Девки голосейские звонко поют, Доброму молодцу спать не дают. Эх, девки голосейские звонко поют, Доброму молодцу спать не дают. Когда мы приехали в Брест, уже родители точно знали, что ребенка нужно отдавать учиться музыке. И меня отдали в музыкальную школу по классу баяна. И вот я учился по игре на баяне, и родители делали ставку, что я буду идти как баянистом, инструменталистом. Но судьба и высшие силы распределились совершенно по-другому. В 64-м, в 63-м году я уже в школе участвовал в самодеятельности. И когда был объявлен смотр художественной самодеятельности школьников в городе Минск, меня туда послали от Брестской школы, я там участвовал в заключительном концерте, получил диплом первой степени. И Ширма, Григорий Романович, был председателем комиссии, наш организатор нашей белорусской капеллы, подозвал и меня. В общем, сказал, мальчик, дорогой мой, оканчивай школу, и после школы говори родителям, пускай что-нибудь делают, но ты должен учиться и поступать на вокальное отделение Белорусской консерватории. Ну, естественно, после такого вердикта родители, конечно, уже и мне, и родителям было ясно, что моя дальнейшая судьба будет связана, конечно, с творчеством, с вокальным творчеством, с певческим. И в 64-м году окончил две школы, музыкальные, вообще образовательные, и родители поменяли квартиру, папа уволился из армии, и все это из-за меня. Вы понимаете, какой на то время был, в общем, родительский подвиг, ради того, чтобы сын пошел по той стезе, которая, в общем-то, ему предназначена Богом, да, в общем, ради него все это были вот эти принесенные жертвы. Я, конечно, своим родителям безмерно благодарен, и папе, который уже ушел из жизни давно, и мамочке моей, которая, слава Богу, жила. Вот эти они, благодаря их, как бы, материнскому, родительскому чутью, в общем, они не упустили момент мой, моего предназначения. О, нет, молю, не уходи. Все больней, что перед разлукой, Я слишком счастлив этой мукой. Сильней прижми меня к груди, Скажи «люблю». Пришел я вновь, больной, измученный и бледный, Смотри, какой я слабый, бедный, Как мне нужна твоя любовь. Ну, черри новых впереди, Я жду, как ласк, как поцелуя, Я об одном молю, тоскуя, О, будь со мной, не уходи. О, будь со мной, не уходи. В 1964 году я поступаю в консерваторию, в 1970-м заканчиваю классового вокала у Арсения Константиновича Коринского. И в 1970-м году меня принимают в творческую труппу нашего театра оперы и балета, где я в течение шести лет работал, исполняя репертуар ведущего лееческого баритона. Это и Евгений Онегин, естественно, моя коронная партия была. Еще со студенческой скамьи консерваторской, партия Жермона, партия Максима Богдановича, Валентина. Вот, в Лоярине Грине партию Глашатая и так далее. Вот я в течение шести лет все это исполнял. Мелоты, глухая, немая, Шнель-шнель, исполоха на пачу. Вы лучше обшукайте кватеру. Йон, так йон, я поздал, поджагай, доберемся до усих. Рутко усих переловим у леса, Где сын? Где твой сын? Если не хочешь ты сына убачить, Где мой собак, родный мой сынок? Значит, твой это сын. Ха, напал я на след. Помыляешься ты. Где твой сын партизанский? Там ты и ведаешь, Где мой сынок? Йон, проклятый утёк, Йон, с подмартым утёк. В 1973 году меня приглашают работать в эстрадный отдел нашей Белорусской государственной филармонии. И поэтому, являясь, в общем, лауреатом классических конкурсов, И, естественно, возникал вопрос, А почему он вдруг на эстрад перешёл? Классики? А что он в эстраде будет делать? То есть нужно было мне как-то доказывать, да, Что я, извините, и песню могу петь, И лирическую, и гражданскую, и патриотическую, Какую угодно. И действительно было так, Потому что зритель, в общем-то, и радиослушатель Меня знали как исполнителя вот этих песен. Первые песни Игоря Лученко, Если помните, «Комсомольская юность», «Мы идём по стране», «Красные звёзды», «Родина». Ну, масса песен, Но они гражданскую патриотическую тематику носили, да? А тут нужно было показать себя ещё Исполнителем лирических песен. И объявили в это время, в 74-м году, в октябре месяце, Пятый всесоюзный конкурс артистов эстрады. И мы начали срочно готовиться, подготовили программу, Хорошая у нас была программа, И мы поехали в Москву. И в октябре месяце приняли участие В пятом всесоюзном конкурсе артистов эстрады. И в то же время, понимаете, вот как судьба сводит, да? Что тогда не знал, кто такая Алла Пугачёв. Ну, Алла Пугачёв, как, в общем-то, Все любые рядовые участники, да? Ренат Ибрагимов, баритон, да? Из Татарии, прекрасный баритон. Чемоданов тоже актёр был из драматического театра. Из, допустим, из будущих артистов, Которые представляли юмор, Геннадий Хазанов с этого конкурса вышел. Вот, то есть вот в такой обойме, Но ещё не зная друг друга и дальнейшей судьбы каждого, Ну, пришлось участвовать. Потрясающе. Вот, и мы завоевали, я тогда завоевал вторую премию. Алла, по-моему, получила третью. Но там среди как-то женщин, среди мужчин. А чемоданов получил первую, я вторую, А Ренат Ибрагимов третью получил премию. И мне ещё фирма «Мелодия» вручила тогда За гражданственность и высокое художественное мастерство Специальный приз, серебряный диск фирмы «Мелодия». Весна сорок пятого года Так ждал тебя синий тунак Народом Европы свобод Принёс жаркий солнечный ваг На площади Вены спасённый Собрался народ старым лом На старый израненный в битвах гармон Вальс русский играл наш солдат Помнит Вена, помнят Альпы и Тунай Тот слекущий и поющий яркий май Не хрипятся в русском пальце сквозь года Помнит сердце, не забудет никогда Я утвердился как эстрадный певец Никаких не было проблем И там разговоров, что вот Там он оперный певец, вдруг и в эстраду В общем, так складывалась судьба Что я ещё проработал Два года после этого В эстраде в Белорусской филармонии Потом меня опять приглашают в оперный театр Я опять возвращаюсь в оперный театр На свои эти партии Три года опять я служу Большому искусству Но вместе с тем И уже не бросаю, конечно, петь эстрадные песни Эстрадного плана Я уезжаю в Польшу В военный ансамбль песни и пляски Северной группы ВОЗ И там проработал я 4 года Но всё-таки корни есть корни Они тянут на родину И в 83-м году я возвращаюсь сюда, в Белоруссию Буравкин Геннадий Николаевич меня принимает к себе на радио И с тех пор я становлюсь солистом телерадиокомпании Республики Беларусь И считаю, что этот был выбор правильный Почему? Потому что у меня была возможность много писать и делать записи И классического репертуара, и оперного, и камерного, и песенного И мне в этом помогала замечательная наша музыкант и концертмистер Тамара Вартанна Менцарова, заслуженная артистка Республики ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ Проработал я на радио вот до 2003 года, когда со мной случилось несчастье, инсульт. В 2001 году произошел на гастролях в Испании, который меня, конечно, выбил из седла. И я был, в общем-то, лишен своей творческой дальнейшей деятельности. И тут, конечно, наступила и моральная, и жизненная перестройка, вообще, так сказать, меня как творческого человека, потому что возник вопрос, а что дальше? То есть я привык быть на публике, петь для людей, и тут вдруг меня судьба ограничила четырьмя стенами. Если душа моя работала вовне, раньше, да, на людей, то сейчас нужно было перестраиваться на внутреннюю работу. Я начал учиться жить заново, действительно, в новом моем мире. ПЕСНЯ 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 Ты, где же ты, отцовись и верни мне покой, Моя радость, о, где же ты? Отзовись на призыв, дай расселять тоску ожидания, И войди поскорей, я хотел с тобой слиться в лобзани. Отзовись на призыв, эта звездная ночь так прекрасна, И от ласки твоей мое сердце волнуется страстно. Смело и прекрасно. У меня жена Анталия Ивановна Кучинская, замечательный человек, Это мой действительно по жизни самый верный и преданный друг. Он уникальнейший человек, мне Богом данный. Я не знаю, правда, за какие такие вот вещи, понимаете. Она мне дана, и я очень это ценю, я ее обожаю, люблю. Это самый ценный мой подарок. А с этим подарком ценным, мне ничего не страшно, я все сделаю. Я поправлюсь, я встану. Потому что с таким подарком нельзя ходить с палкой рядом. Сын у меня старший, Андрюша, ему 30 лет, он сейчас работает. Саша младшенький, учится в 11 классе. Я вам скажу, что от природы все они музыкальные очень ребята. И получили начальную музыкальную подготовку. Да, Андрюша на кларнете играет иногда так, в охоточку. Ну, пианино что-то. Саня тоже. Но сделать это профессией своей, конечно, они не захотели. ПЕСНЯ 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 Я не хочу, чтобы меня болезнь победила, она меня и победила, и не победит. Я буду ходить, и мы еще с вами станцуем, буду бегать, потому что я это очень хочу. Я очень хочу, это будет, поэтому я активист, жизнь прекрасна, потрясающая жизнь штука, надо каждым гравением, каждым проявлением секундным, в общем, дорожить и просто жить в этом здесь и сейчас, и жизнь будет прекрасна, действительно прекрасней стоит этого. Субтитры создавал DimaTorzok